Друзья, всем привет с вами Пафос, мы продолжаем Ходячих мертвецов. В прошлую серию мы с вами закончили на том, что я ставил выбор с нашими товарищами, братьями, которые собираются пойти со мной на разведку и узнать, что это за бандиты, которые нас обстреливали с Марком, когда мы с ним обходили северную территорию фермы, чтобы снять Ходячих, которые уже пригорели к забору с электрой, ну короче, к электрическому забору, которые прилипли, нам нужно было их снять. И на нас напали бандиты, и мы должны сейчас узнать, где эти бандюки у нас находятся. Все, давайте начнем нашу миссию. Ага, это будет хорошая возможность, чтобы узнать чуть больше о том, кому мы противопоставим. Давайте сделаем это. Я останусь тут и буду держать оборону. Помни, сейчас мы просто проводим время разведки, но не нужно делать так, чтобы нас убили. Ты уже уходишь? Ага, я скоро вернусь, Крементина. Удачи. Спасибо. Видишь кого-нибудь? Пока нет. Я не знаю, он где-то здесь, где-то рядом. Я знаю. Сюда. О, черт. Ты нашел его? Проберитесь в лагерь. Ок. Ок. Ты видишь кого-нибудь? Смотри в оба. Стояние. Прикрой меня лес, я собираюсь проверить палатку. М-м-м, чисто. Этот лагерь слишком мало, это точно не их основная база. Я тоже так думаю. Давай осмотримся, где-то здесь есть то, что они украли у нас. Так, начнем с ближнего стола. Бутылки. Пусто. Кажется, из них недавно кто-то ел. Так, понятно. Коробочка, ящик из сейф-лот. Что в коробках? Они все из сейф-лота. Впервые несколько дней они сказали людям забирать все, что есть в сейф-лот. Есть что-нибудь полезное? Нет, если тебе нужны пустые банки, слишком много для одного. Мы не знаем. Слишком много для одного. Поверь мне, эти подонки не остановятся. Может, просто хотели напомнить, что все тут принадлежит им. Хер знает, что там принадлежит им. Ой-ой-ой. Так, ящик из фермы. Здесь ящик из фермы. Возможно, еда, которую мы им дали, эти суки перешли к черту. Так, мы стол осмотрели, да? Так, а что у нас здесь? Так, магазинная тележка. Ммм, похоже, они похоже... Ой, многое забрали. Так, палатку попозже осмотрим. Надо другие предметы в этом лагере посмотреть. Так. Вот раскладной стул. Похоже, они собирались остаться здесь на какое-то время. Ящик. Пусто. Кровь. Камера. Что-то нашел. Ведя камеру. Дай посмотреть. Батарейки сели. Хорошо. Что еще у них здесь есть? Посмотрим, может найдем что-нибудь полезное. А, вижу, ты хорошо обращаешься с пушкой, которую я дал. Ты охотник? Нет, но Лили так часто... Нас часто тренировала. Лили, похоже, она у вас настоящая лидер. Возможно. Ничего не могу говорить. Так, котелок, что у нас тут из еды? А может, он вообще пустой. Вода. Так, это у нас еще ящик, да? Ни хрена тут нету. Так, а мы вроде все... А, мы еще... Так, мусор, мусор. Может, что-то интересно тут найдется. Фу, мне это не доело. А, это мне не надо. Окей. Так, а в бутылке мы посмотрели. Давайте палатку осмотрим. Так, фоточка. Смотрим фоточку. Спальный мешочек. О, боже, здесь есть дети. Вау. Судя по всему, были. Окровавленный кролик. Ох, черт. Спальный мешочек. А вот и кепка. Что за черт? Не шевелитесь, блять. Блять. Бросьте оружие. Я не отступлю. Можешь передать им. Жаколин не оставит вас. Эй, у нас тут был договор. Вы не стреляйте по нам, мы даем вам еду. Какого хуя вы его нарушаете? Договаривайся с ним. Я не они. Я знаю тебя. Я знаю, кто ты. Знаю, что ты сделал. Ты не знаешь меня? Кто ты? Что здесь произошло? Кто ты такая? У нас был договор, но вы его нарушили. Кто ты, блять, такая? Слушай, здесь небезопасно. Нужно вернуться на ферму. Ха-ха-ха. Ох, здесь гораздо безопаснее, чем там. Блин. Может, вы меня не расслышали? Я просила вас отступить. Опусти сранные пушки. Думаете, я не убью вас? Я возьму этот арбалет и пущу красивую блестящую стрелу прямо тебе в глаза. И вы... Выбью твой хреновый... Выбью твой хреновый мозг. Вы не люди, вы чудовище. Вы люди чудовища. А пошло все. Ты пристрелила в Марка. Второе. Ты выстрелила в Марка, чокнутая сука. Что, блять, еще за Марк? Я не знаю никакого Марка. Ты пострелила его на ферме. Блять, точно. Но есть другие люди. Они подружились с твоим прелятелем. Думаю, нам надо уединиться. А знаете что? Я передумала. Я пущу эту стрелу прямо тебе в яйца. Прямо туда. А потом повешу их на том дереве. Хватит. Опусти арбалет. Опусти арбалет. Не, сэр. Он мне нужен. Он мне нужен, чтобы убить вас. Член насосы. Ну же. Скажи ему, мальчик. Скажи, что у тебя на уме. Вы не стали стрелять в Джолин. Только нахрена в нее стрелять-то? Я хотел узнать, что за фигня происходит. Черт. Ты убил эту женщину. Я сам пристрелил бы ее. Ты убил ее. Она целилась арбалетом мне в лоб. Ладно, хрен с этой бабой. Это чистый шаг, но прямо через лоб. Это хорошо, что выстрелить прямо здесь. Но все равно, что хорошее. Значит, все. Возвращаемся. Если их здесь нет, я не знаю, где они. Будет плохой идея бродить по лесу и искать их. Так что да, возвращаемся. Как только они это увидят, то получится общение. Харбайд, возьмите ее. Давай. Да, как-то у нас стрёмно появилось вообще. Видимо, этот пацан что-то знает. Он нам что-то не договаривает, сука. Надо быть поосторожнее с ним. Мужик, это была та еще прогулочка, верно? Боже, Дэнси. Что? Ну вот, их жалко, их жалко, особенно после того, что они сделали с твоим другом. Мы вернулись? Что там случилось? Я обо всем позаботился, мама. Так уже должен быть ужин, да, у нас? А, Терри бы хотела же этого. Кто такой Терри? Мой муж, скучаю по нему каждый день. Тогда все это время используй, почему бы и нет? Ой, да успокойся, принцесса, я сам посмотрю, что там. Что это с ним? Не знаю, судя по всему, они ругаются. Все напряжены, а? Так, не обращать на это внимания. Они с... Да, можно и так сказать. У них разные взгляды насчет управления группой. Ну, наверное, это говорит за них голод. Или, забивай голову этими бандитами. Извини, что сегодня ты в видео больше, чем... Больше насилия, чем я думала. Он здесь. Вы все в безопасности, не волнуйся. Думаю, мне стоит пойти походить. Только не уходи слишком далеко, ужин будет готов. Я вас накормлю. И благодари Катю еще раз от меня. Она и ребятишки в амбаре с коровкой. Эта женщина просто наш спаситель. Что-то тут прям вообще такое стрёмное происходит. Я как-то уже перестал доверять им. О, Клементин, я тебе кепку, кстати, нашел. Да-да-да, кепочку нашел. Вот, в руках у меня. Кстати, я слышу дождь. Там, ну, гроза огромно отвигается. Что с коровкой? Жива-здорова? Все хорошо, Клементина. Можешь погладить ее. Все в порядке, продолжай. Класс. Катя сказала, что Мейвелл. Посмотри, Клементина. Что это за штуковина? Папа сказал, что это называется соль-лизунец. Да, но не лежи ее, она невкусная. Ты лизала ее? Я не знаю. Ой, Клементина. Так, да, давай перетрем с тобой. Я что-то пропустил? Вроде нет. Здесь страна пахнет. Как навоз? Что такое навоз? Кака? Сука. Дети. Понятно. Помолчим. Так, поговори с Клементиной. Клем, тебе нравится эта корова? Она чудесная. Все, да. Так, Энди. Привет, Энди. Ага. Как там корова? Что ж, лучше видать тебе то, что у нее классно. Короче, я ее спасла Катя, молодец. Как ты думаешь, когда мы сможем поесть? Когда ты думаешь, мы сможем поесть? Проголодались, да. Не беспокойтесь, мама готовит вкуснятину. Дэнни и я встретили женщину в лесу. Она выглядела так, как будто знакома с твоим братом. Ага, он болтает больше, чем нужно. Спасибо. Да. Так, давайте с Катей поговорим. А корова что? Корова посмотрим, да? Она выглядит тощей. Так, а с Катей хочу поговорить. Ладно, не хотят, неладно. Так, дверь стоила. Так, ничего интересного. Выходим из стоила. Мне кажется, что тут что-нибудь должно быть. Так, в смысле? А что тут эти коробки... А, это понял. Ящик с фермы, ну. Пусто. Окей. Все, возвращаемся обратно. Ммм, да, дверь стоила. Давайте еще очередную. Откроем дверь. Так, много-много вещей, да? Это тачка. Выглядит, как куча старой грязной одежды. Пахнет отвратно. Так, больше там ничего нету, помимо этой вонючей одежды. Кормушка. Это кормушка. Ну да, ничего другого. Ничего нету. Ну и ладушки. Так, нам можно было выйти вон через ту дверь. Сейчас мы попробуем выйти через нее. Ты тоже заметил эту, да? Ли, они прячут что-то за эту дверью. Я заглянул туда, у них есть ящики с хламом и что-то металлическое и острое. Не будь паранойком. Это моя работа, быть паранойком, Ли. Вся моя семья сейчас на этой ферме. Как насчет тебя? Или Клем? Я буду защищать ее, несмотря ни на что. Я знаю. Смотри, этот парень с Катей. Как там его звать? Он хорошо ее запер. Как только мы вошли, я слышу звуки за дверью. Ли. Какой? Я считаю, мы должны проверить. Найди молоток или я черта с два снесу эту штуку. Постой, настрой меня на случай, если покажутся фермеры. Эй, мужик, одумайся, ты сломаешь замок. А что если мы не правы? Как пробьешь шанс накормить детей, которых хочешь защитить? Думай головой, Кен. Кенни. Хорошо, профессор, что ты придумал? Дай сначала взглянуть, с чем я вообще имею дело. Так, что по замку-то у нас? Так, ну замок простой. Эй, Ли, ты же знаешь, как вскрывать замки? Нет, а почему так подумал? Ну, ты же, ну, знаешь, из гетто? Ох, ты не сказал то, о чем я подумал. Господи, мужик, я из Флориды. Верная херня порой вылетает у меня изо рта. Извини. А, всякая херня изо рта вылетает. Что? Видишь эти шурупы? Мы можем попасть внутрь, не сломая замок. Просто открюти шуруп, а затем поставим замок. Обратно ни в коем, как ни в чем не бывало. Отлично, звучит так, как будто у тебя созрел план. Я поборожу вокруг и найду что-нибудь такое. Блин, я думаю, его зовут Лэмми. Так, парни, могу чем-либо помочь вам? Кенни слышал звуки. Пропустим. А, не, мы в порядке, просто осматривались. А, без проблем. Эй, сделайте мне одолжение. Отстаньте от этой двери, просто знайте, мама нервничает. Эй, Андрю, мне снова нужна помощь. А, без проблем, сию секунду. Так, выманите Энди из амбара. Сейчас. Так, давайте перетрем с Кенни. Что у нас там? Я не могу снять замок, как мне отличить Энди. Ну, предложи мне. Есть идея, как отличить Энди? Я не знаю, мужик. Поищи что-нибудь снаружи амбара. Нам нужно, чтобы он ушел отсюда. Что, корову вывезти за ухо? Ммм, сейчас мы... Подожди, подожди. Так, надо поаккуратнее подумать так, потому что надо как-то его реально выкурить. Может, поджечь этот... Как с... Синовал этот. О, Аларис Памка эта флиртует. И какая же такая женщина, как ты успеваешь сидеть за всем этим домом? О, я просто хорошо справляюсь. Да еще и мои мальчики меня выручают. Без них я бы точно не справилась. Да что, мужик-то старый, одинокий, свободный. Почему бы ему с женщиной такое не... Поговорить так о своих делах. Короче, нам нужно вымонить этого засранца. А-а-а, мы же кепочку-то не отдали. Кипулю мы не отдали Клементине. У нас же кепочка есть. Нужно зайти обратно в амбар и отнести кепку. Потому что мы эту кепку добыли через труп. Потому что наш этот... У нее будет теленок. Осторожней, не напугай ее. Так, нам нужно вымонить этого Энди. О, вот кепка, классно. Классно, классно, кепочка. Эй, Клементина. Моя кепка, ты нашел ее? Я знал, что найдешь ее, как и обещал. Слушай, а ты никому ее не давала? Нет. А ты видела какие-нибудь с ним знакомство около мотеля? Кто бы мог взять ее? Нет. А что? Пустяк, просто дай мне знать, если увидишь что-нибудь в этом районе. Хорошо, я обещаю. Эй, Ли, я думаю, что у тебя когда-нибудь будут дети? Надеюсь, когда-нибудь не думал... Так, не думал об этом. Не знаю, я уже давно не думал об этом, чтобы завести детей. Ну, если спасибо, что нашел мой кепку. Да, не за что, Клен. Спасибо. Так, что-то они быстро разменялись, разменялись словами. Я не успел понять, что они сказали. Так, ну ладно, хрен с этим. Как тебе? Энди Панда, ну-ка, иди сюда. Ладно, сейчас мы будем думать, думать, как же нам выкурить этого Энди. Да возьми за шкирку и выкини, что думать-то? Ты ж вон какой бугай здоровый. По щаму надавал и все. Так, нам... О, я знаю, что надо сделать. Нам нужно генератор отрубить. И у нас сейчас все получится. Потому что там он скажет, типа, а что происходит? И все. Сейчас мы генератор отрубим. Я же говорю, генератор надо отрубить. Прям как знал. Ребят, скажу сразу. И первый раз игру прохожу. Ничего такого. Так, выключаем генератор. Управление питанием. Все, мы отрубили генератор. Да? Мы отрубили генератор? Ну-ка, еще раз. А, нет, мы не отрубили генератор. Так, посмотреть панель. Крышка. Думаю, здесь нужно использовать отвертку. Так, а где мы отвертку видели? Так, уходим, уходим, уходим. Типа мы ничего не делали. Боже, это самый большой кусок дерьма. Что-то всегда отключает тормоза. Так, что у нас почтовый ящик, да? Больше, больше они приходят. По крайней мере, их больше не волнуют люди, которые собирают счета. Ты думаешь, их вообще это не волнует, дурак, что ли? Ну, не знаю. Так, ну, с баками бензина нам ничего не сделать, потому что они нам никак не помогут делом. Возможно, на вот этом столярном столике нам что-то пригодится. А, ну вот, да, ящик с инструментами. Сейчас мы все сделаем. Маленький ящик с инструментами. Так, сейчас мы его замутим. Так, двоечка. А вон у нас плоскогубцы. Мультиинструмент, он поможет мне пригодиться. А, мультиинструмент. Тогда ладно. Окей, я позаимствую его ненадолго. Так, вот так, все, нам больше ничего не надо. Так, нам нужно что-то перекусить, да? Ага, нам нужно вытащить эту, как она называется, панельку. Панельку, да. Рад, что Энди знает, как починить эту штуку. Если что-то случится, я понятия не имею, как это сделать. Чувак, давай ломать. Нам нужно выкурить нашего этого дружбана. Ну вот. Похоже, ремень управляет этой штуковиной. Сейчас мы перережем ремень и надолго его выкурим. Так, двоечка, приводной ремень. А, зараза, эта штука быстро движется. Все, сейчас она остановится. А, сейчас мы остановим. Сейчас, погоди. Режь, 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 быстро. Вот дерьмо. Ой, вот, вот, должно сработать. Отходим быстренько. Ебаный Дэнни. Где он откопал этот кусок дерьма? У этой хрени порвался ремень. Черт. Возьми, сукин, бля. Починка займет вечность. То, что нам и надо. Ты пока сиди разбирайся с генератором, а мы пойдем с Кэкени узнаем, что вообще происходит. Что там за шурупы завернутые в дверь? И мы не можем узнать, что там происходит. Сейчас мы все узнаем. Мы же еще те сыщики. Давай, выходи. Так, Кэнни, я все сделал, да? Поговорим насчет этого. Так, я нашел мультиинструмент. Я кое-что нашел, надеюсь, это поможет. Ничего себе. Че, че, еще раз. Я кое-что нашел, надеюсь, это поможет. Ничего, тебя сейчас не останавливает. А ты на стрёме стоишь. Все, понимаю. Это ужин, да, у нас? Мама, папа, время ужина. Время ужина. Хорошо, дорогой, давай позовем отца. Папа, папа, давай, пора есть. Кенни, пойдем, милый. Кенни, нужно не заставлять детей ждать. Я замалю за тебя словечко. Снимай эту штуку. Так, откручиваем шурупы, я помню. Шурупы крепят в замок двери. Если я смогу открутить их, мне не придется ломать замок. Так, все, на двоечку нажимаем. Используем наш мультиинструмент. А ты даже так, по одной будешь выкручивать. А, тихо, нет. Шурупы крепят в замок двери. Если я смогу открутить их, мне не придется ломать замок. Окей, я это помню. Давай, побыстрее. Давай, побыстрее. Что это такое? Охренеть у них тут. Мастерская по крови. Парень, ты не слышал звонок? Время ужинать. Что за черт Афина? Почему у тебя столько крови? Что за херня? Эндр, что за черт Афина в задней комнате? Слушай, мы храним здесь еду. Дэнни и я немного охотимся, чтобы всех прокормить. Когда мы ловим кого-нибудь в лесу, добычу мы разделываем здесь. Маме не нравится, когда мы делаем это в доме. Теперь ты убедился? Ни о чем беспокоиться. Ну, ладно. Что-то как-то он прям хорошо так отмазался. Бредные бисквиты, ух ты. Извини за беспорядок. Нам пришлось заблокировать дворян с задней дверь после того, как ходячих начали приходить сюда. Не беспокойся, это было достаточно давно, с тех пор они не лезут внутрь. Ну-ка, все сели, пойду принесу еду. Ах, вкуснятина. Я могу сесть даже здесь. Где Марк? Не стой беспокоиться о нем, я уже тесла ему, иду наверх, дай ему немного отдохнуть. Не против, если я сначала помою руки? Ван сразу на выходе из холла, и мое все под ногтями. Ты же говоришь, в грязи каждый... целый день. Диплом Энди из колледжа, он не дурак. Бейсбольный трофей Дэнни. Хм, похоже, дети давно не занимались спортом ради забавы. Должно быть, эта молочная ферма значила для них многое до того, как ходячие пришли сюда. Диплом высшей школы. Да, ребята, смотрю, образованные. Ходячие сюда не и проберутся. Это точно. Так, нет, в ванную пока не зайдем, надо осмотреть другие комнаты. Так, тут у нас дверь, тут ничего... А, так, вот картина еще у нас. Фото бренды. Это должно быть... Кто? Это должно быть Терри. Муж. Так, а что такое? Ты че так напрягся? А, тихо, тихо. Так, мы зашли очень-очень тихо. Это меня радует. Так, дверь кладовки. Что у нас здесь? Так, тут простая одежда, да, у нас? Так, полотенце, завалявшееся барахло, медицинские принадлежности. Я полагаю, кому-то в последнее время оказывали первую медицинскую помощь. Во. Свечи, умно. Для чего им так много морфина? А это же яд, да, как я знаю? Морфин. Так, погоди. Ну-ка, давайте зайдем в дверь, где у нас Марк? Думаю, с Марком все нормально. Только где Марк? Не понял. Что за херня? Где, черт побери, Марк? Ведь Брендак сказала, что он отдыхает наверху. Да наебала она. Похоже, надвигается гроза. Да, гроза-то как погода. Но еще какие-то тут очень странные ситуации происходят. Ой, ну да, тис. События происходят тут очень странные. Так, книжный шкаф. Книги по фермерству, поваренные книги, ничего необычного. Пятна. Пятна крови. Это что, кровь? И все? Это все, что ты хочешь спросить? Чувак, ты понимаешь, где Марк? Так, ну мы типа ничего не видели. Мы сейчас вот так спокойно выходим. Какого черта? Это где было? Электрический шнур. Куда идет этот кабель? Мусорное ведро? Фу, а это что такое? Похоже на кучу медицинских отходов. Медицинские трубки, изотонический раствор. Зачем фермерам понадобились все эти вещи? Так, это мы смотрели. Окей, пойдемте обратно в комнату, вернемся. Откуда донесся какой-то очень странный звук. книги во ферме суповаренные книги ничего необычного это мы слышали до пятна пятна крови кровать так больше ничего давайте вернемся обратно так что у нас учет ли есть еще так тут у нас ничего нету тоже комната пусто помоги мне а ты где спрятался то что происходит а тихо-тихо там это подожди все увидел действия какого черта свет какой-то пошел так идем обратно в комнату что тут вообще происходит я понять не могу возможно что там с марком случилось его спрятали так а дверь можно прикрыть а тихо-тихо-тихо я опять действия не увидел так тихо главное будь тут дверь вы за шкафом офигеть охуеть где его ноги мар какого черта черта что-то произошло брат я какого хрена случилось не ешь не ешь ужин ли ты там сноу ужин на столе все тебя ждут лишь гроя людоеды какие-то ухты барбекю клементина доберись до климпе пока ничего не сына пока она ничего не съела тихо аккуратно не ешь это что ли господи что ты там нашел сейчас на место и успокойся до женщина приготовила тебе еду да лишь на тебя нашло марка да там без ног марк лежит вашу мать вы едите его спокойно спокойно ты пугаешь детей ли ли что тебя нашло не по такому лили с этим парнем сюда что-то не так они выбрали на слабом поднимитесь наверх и посмотрите вы надете пары с отрубленными ногами это молочная ферма они раньше подумайте вот-то фак это правда все могло так хорошо оказаться для вас ребята они все были он все равно был поймы должны думать о других успокойся дорогой если ты вырос сельской джорджи то тебя учат быть экономным ты была воспитана я так и воспитана других своих детей а теперь у нас тут монстры бродь вокруг который ничего не идет кроме поедания людей и для чего чтобы гни дальше потому что они поддерживаются кто-нибудь еще да вы больные да вы больные на всю голову ли это не очень-то вежливый намек энди прав мы используем людей которые все равно должны были умереть так или иначе вроде вас клинк хватай пушку кенни нет никто никуда никуда не пойдет здесь вас может одолеть много чего сука что как что нахер что киньет отпустите свои пушки мы уходим я не хочу умирать все будет хорошо послушайте все будет хорошо ли ли я убью тебя отпусти и пустое сукин сын это марк выпал лари давай сыграй моментом забери все пожалуйста кто-нибудь охереть клементина поебалась тихо поебалу тихо получила открой эту чертову дверь вы не можете держать нас здесь откройте я голыми руками разорву вашу жопу прекратить звучать нам нужно найти другой выход ооо вы больные ебаные ублюдки откройте дверь черти я вышибу эту чертову дверь папа папа успокойся это это был человек они пытались заставить нас есть человека ну ты же не поела нет но остальные съели черт возьми если бы не хотели поесть как эта улитка да ладно папа сейчас неподходящее время так 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 ты в порядке и упорят химикина они ведь не сделали тебе больно нет нет откройте ли моя семья у этих психов а мы застряли в этом пролятом холодильнике нужно убираться отсюда не страшно не бойся все будет хорошо я найду выход отсюда окей 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 ставлю на паузу поставлю на паузу папа пожалуйста ооо да серия прям что-то прям вообще меня удивило вот это прям вообще был очень удивительный поворот в сюжете так что дорогие друзья продолжайте следить за развитием событий в этой игре ссылка на пылес будет в описании под видео подписывайтесь на канал ставьте лайки комментируйте это видео делитесь эти видео со своими друзьями подписывайтесь на пабли вконтакте на мою страничку вконтакте и не подписывайтесь на мой канал